Ведущий телекомпании Аллау Алмат Сулейменов смс-сообщение о выигрыше получил несколько дней назад. Текст смс стандартный. Вы стали обладателем ценного приза все подробности по телефону. В сообщении также фигурирует название известной казахстанской автомобильной компании Бипекавта, которая якобы проводила данный розыгрыш. Я перезванивать не стал, потому что прекрасно понимаю, что, во-первых, с Бипекавта у меня никаких отношений нет, и телефона у них быть в принципе не может, моего номера телефона. Ну и записан, мне показалось, номер достаточно странно, то есть он записан в формате городского номера, то есть четырехзначный код и потом шестизначный номер телефона. Хотя прекрасно понятно, что 771 – это мобильный номер. Но журналистка любопытство переборола. Мы набрали номер телефона. Трубку долго никто не брал, и в последний момент девушка ответила. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я получил с этого номера сообщение, смс. По поводу смс-уведомлений, пожалуйста, завтра звоните с 9.00 до 12. А это Бипекавта, да? Я правильно попал? Нет, это не Бипекавта, это компания Бипекавта Ауди. Прочитав смс-название известного автомобильного бренда, не у каждого возникает подозрение, что это может быть другая компания. Стоит сказать, что и мы тоже не сразу обратили внимание на приставку Ауди. Забили в поисковике официального сайта такой компании нет. Зато нашли немало информации, где данная компания уже была замешана в телефонных махинациях. В 2011 году Бипекавта уже сообщала о мошеннической атаке, где как раз фигурировала некая компания Бипекавта Ауди. Спустя 4 года ситуация, видимо, повторяется. Руководство Кустанайского филиала компании Бипекавта в телефонном разговоре полностью опровергло проведение подобных акций и розыгрышей. Отметив, что к данной смс-рассылке их компания не имеет никакого отношения. Сколько абонентов могли получить подобные смс-извещения, пока не ясно. Во всяком случае, в компанию никто не обращался. Но всем абонентам, которые якобы стали обладателями ценного приза, советуют лучше не отвечать на подобные смс-сообщения и уж тем более не перечислять никаких денежных средств. Как сообщили в управлении криминальной полиции ДВД Кустанайской области, с начала года в регионе было зарегистрировано 74 факта мошенничества. Ущерб составил более миллиона тенге. Полиция отмечает, что наиболее частными являются телефоны мошенничества. Однако местные злоумышленники прибегают к такому виду мошенничества, как розыгрыш лотерей. Сотрудники полиции предупреждают, что ежегодно мошенники придумывают новые способы обмана людей. При этом они умело воздействуют на психику и чувства потерпевших. При любом контакте с подождительными лицами стоит немедленно обратиться в полицию. Сейчас в наших условиях кому-то скажи, что ты выигрывал что-то хорошее. Люди в погоне за дополнительной прибылью начнут им что-то платить. Поэтому надо обязательно показать, рассказать, чтобы никто, не дай бог, не обращал внимания на такие смс. Диара Хмеча, Евгения Финько, РТН